Добрый день, Игнатьев. Добрый. Мы с вами встречались, нет? Да, встречались. А когда? Вы просили меня подстричься, оборот поставить. А где живете-то? Челябинск, Озерск. Это область какая? Челябинская. Челябинская, вон где. Ну-ну. Так, у вас что, вопросы есть? У меня вопросы есть. Так, у нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Никаких тайн не надо. Говорите по делу, что касается спасения души. Пожалуйста. 31 числа весь глупый народ собирается праздновать Хэллоуин. С патриархии из Челябинска к нам пришла резолюция, к нам в церковь, чтобы приняли меры по поводу предотвращения или уменьшения вот этих всяких несанкционированных праздничных выступлений сатанистов. Как-то я вот миссионерский отдел хотел бы возглавлять. Что-то вот мешает. Нету прямого благословления от батюшного. Он говорит, нужно, нужно, но больше ничего за этим не стоит. Как вы считаете, надо ли идти? Не надо ничего делать. В первую очередь, вас никто не уполномачивал. Если им дали разрешение, то вы просто, вас сомнут. На их стороне будет закон. Поэтому только молиться надо. Верующие понимают, что это беда какая, ничего не сделаешь. Вот Обама, Барак Обама, он разрешил официально сатанистов. И они сейчас в школах насаждают по учебникам, чтобы все дети учили. Конечно, это беда. Но тут тоже можно найти какой-то выход. Государственный закон. А теперь миссионерские отделы создать. Их нельзя создать, это обман. Вы можете создать благотворительный какой-то, благовестнический. Миссионерский никто не создает. Это дворкинская ложь. Ее распространили по всей стране. Этого не было нигде. Ни Христос не образовал. Два человека. Два, если тебе дал Бог такой талант. Два. По два апостолов отправил. Кирилл и Мефодий вдвоем пошли. Где бы мы ни считали, двое только. А дело их нельзя создать. Это особо. Златоуст говорит, на это нужны тысячи талантов. Ни два, ни три. Тысячи. А готовая душа обратиться, ее крестить. Священнику говорит, не надо ни одного таланта. Достаточно быть священником. Чтобы погрузил его. С произнесением нужных слов. Миссионерские отделы не создаются. Это обман. Подделка дьявола под ангела. И они что попало делают? Ссорят людей всех. Ты должен знать, кому сказать. Стоит ли говорить? Тебе Бог должен на сердце. Не должен, а положит. Надо или не надо. Нет, ну вот пришла же бумага из патриархии, что нужно идти в школы по возможности детские учреждения. Это что, бле? Это правильно. Идите. Это благовествуйте. Но вы говорите, или не понимаете, или что? Говорить, проповедовать. Любой может. Что проповедовать? Фашизм, нацизм, коммунизм. Это проповедь. А благовестие? Благовестие это только о Христе. Даром дарованное спасение. Благовестие. А миссия это труд Духа Святого. Человек должен быть полностью, сто процентов, посвященный Богу. Тогда Бог открывает ему. Они даже этого не понимают. Они не понимают значения слова. Благовестие, если вы на благовестие, благовестический отдел, можете образовать, ходить, проповедовать, давать Евангелие раздавать, в школах, везде. Я 54 года этим занимаюсь. Мы только в окрестности, вот у нас где, мы раздали 30 тысяч Евангелий. Я смотрел. Ну, а миссия, миссия это, вот у нас миссия была от Владивостока до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Турция, мусульманство. Это миссия. И нас было только двое. Шофер, шофер это возница. Ну да, я просто не так выразился. Я именно... Ну вот, благовестие, да, патриарх правильно сказал. Я в этом уже полвека крещу, трублю, и почему не идут, почему не проповедуют. Но они называют неправильно. Это не миссионерский отдел. Отделов никто не может образовать. Их дух святой образует. Образует два человека, все, больше нет. Хорошо, а если батюшка не благословляет, надо ли идти? А от него, нет, благословение никакой роли не играет. Он может замахаться руками, ничего не будет. Что он благословляет? На это не надо благословения никакого. Бог благословил. А он только мешать все будет. На что благословил? Мне надо поехать куда-то. Я не знаю, дорога опасная. Я иду, батюшка, я уезжаю, благословю. А тут надо благословение. Вот я решил и решил. Что решил? Что-то такое необычное. Допустим, жениться. Я иду с ним, советуюсь. И когда все уже готово, она согласилась, теперь, батюшка, благослови. Благослови и повечай. Вот так. А это нет. Он не может дать благословение на это. Он может сказать, я благословляю, а он не понимает даже, с чего это. Он может сто раз благословлять, и ничего не будет. Хорошо, мне обязательно. Феофан Затворник говорит. Если священник говорит, или я архиерей благословляю, а Бог говорит, я не благословляю, что будет утверждено на небесах? Обязательно нужно искать второго человека. Обязательно. Мужчина, женщина. Если один, это неправильно. Это только ввиду крайней нужды. Крайней. Даже хоть ребенок с тобой пусть будет, чтобы он молился в это время. Так Бог указал. Двенадцать апостолов и подвое послал. Но его вы тоже подвое ходите. Да, это по Слову Божию. Кирилл и Мефодий. Кирилл и Мефодий. Родные братья пошли. Никого больше не было. Мужчина, женщина может быть? Может быть. Прискилла и Акилла. Андроник и Юния, о которых апостол Павел пишет. Может быть. Это муж и жена. Я боюсь, что просто, если батюшка не идет на этот разговор, что надо, выглядеть будет, как будто я вырываюсь с самоуправства. Во мне кипит это. Я вижу, что людей обманывают, давая им какое-то лжеучение о всяких там сатанистских взглядах на жизнь. Меня это корюбит, а они почему-то молчат. А вы просто успокойтесь, помолитесь. Вам Бог должен положить на сердце. Вот я о чем вам говорю. Вы молитесь. Просто объявите пост. Там дня два, три, не пить, не есть. И вот не меньше семи раз в день. Три святые, сто поклонов. И перед Богом выскажите свою просьбу. Священник никакой роли тут не играет. Никакой, совершенно. Вот мне нужно благословение на машину было, чтобы машина не сломалась, то другое. У меня три епископа благословляли нашу машину. Батюшка окропил ее святой водой, а она сломалась только в Швеции. Ну, там, значит, не действуют юриспруденты. Да? А мы тащились на этих эвакуаторах. Ужас один. Сколько заплатили денег. Почти в сто раз дороже, чем своим ходом. А мы пароходом затащили на пароход. На этот, ну, называется, паром, корабль. Да. Из Швеции в Литву. А оттуда, ладно, знакомый был из Калининграда. А он в Испании где-то. Да он дал указания там. За нами приехал эвакуатор вообще. И отремонтировали, и мы дошли до Новгорода Нижнего. Она новгородская машина. Да к нас там приняли. Главный конструктор. Это интересно как. Нигде не пройдешь, никого нет. Я говорю, ребята, у нас не движется дело. Все, снимаем шапки. Шоферы мы двое. Мы встали, стали молиться. А подошел там этот, говорит, вы стоите прямо на проходе тут. А здание там большое, высокое. Вы отойдите в сторонку. Я говорю, ну, отойдем в сторонку. Налицом повернемся сюда. И мы стали молиться. Но мы сказали, кто мы. Когда мы помолились, смотрим, при выходе стоят человека четыре. Я говорю, это, наверное, конструктор и начальник. Точно. Когда подошли, они вышли с нами, стали говорить. Они дали там мастера. Он проверил машину на ходу. Бесплатно отремонтировали. Кормить нас вначале. Фотографом их заводской газеты. Вот как Бог делает. Никого нету. Мы совершенно одни покинутые. Нет, я уже не сомневаюсь. Это Бог. Все Бог. Все Бог. Григорий Ефимович Распутин. Ему говорили, ты поедешь в город, там развратиться можно. Он говорит, а Бог? А Бог? Вот и все. Он Бог. Он взял заботу о нас. Еще вопрос. Если ты пытаешься Писание цитировать, а его рядом нету, насколько страшно, что ты маленькое слово меняешь. Будет ли это для Бога неугодно? Неугодно будет. Неугодно. Вы только старайтесь заучить. На бумажке где-то запишите. Ну, вольный перевод. И вы скажите, я говорю, вольный перевод, может быть, я ошибся, там и маленько себе костыли подставь рядом. Ты стал говорить, ну, помни, Иисус Христос, это второе лицо Троицы по-православному. Это крепко запомни. Церковь только там, где есть рукоположенный епископат от апостольских времен. Где этого нет, то нет в церкви. Вот это возьми для себя. Остальное, ну, остальное что-то найдешь. Если вы на нашем сайте будете, я отвечаю там 4124 вопроса, которые мне задавали везде, там, и в милиции, я вел занятия, и в университетах, и по радио, три программы вел. Это часть вопросов, которые у меня сохранилось. А они разбиты в 55 позиций, папок. Вы там найдете, что вам надо. То есть извиняться перед человеком, что ты не 100% можно ошибиться, а все-таки не всегда отлистаешь, найдешь именно то, что ты хотел. Не так сильно писать в голове. Чтобы не разнилось, по смыслу. Ты скажи, вот я знаю, написано, показал себя ангелом, проповедан в народах, вознесся во славе. А там одно предложение. Ты не знаешь где, но ты правильно произнес. Местами переставил. Все именно правильно. Показал себя ангелом. Или вначале было слово. А слово, скажи, это был Бог. А там написано, слово было у Бога, а ты забыл эти слова. Ничего, а ты сказал правильно. Допустим, ты не знаешь, что Деяние апостолов 4.12 написано, и нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Ну, не знаешь. А ты скажи, я читал в Библии, что другого имени нету, который ты будешь произносить, и поможет тебе, чтобы спастись. Никакого нету. Ты не знаешь, как, но ты смысл передал правильно. Это можно. Но желательно, чтобы знать, где глава стих открыть. Закладки пускай будут, или отпечатай на бумаге. Ты все время должен двигаться вперед. Учить, чтобы ум был, Серафим Саровский об этом говорил, чтобы ум плавал в Евангелии, да? Что именно? Чтобы ум плавал в Евангелии. Чтобы ум плавал. Ты был плавал. Нет, Серафим Саровский говорил, чтобы ум плавал. А, плавал в Евангелии. Плавал, да. Серафим Саровский так и говорит. Но надо исполнять. Не просто знать. А ты говори, это твое. Это слова Евангелия. Духа Святого, но они как бы твои. Ты считаешь их, и ты в них плывешь. Они тебя поддерживают. Вот смысл какой. Любой человек говорит, может тебя осудить. А кто без греха, пусть начинает меня судить. А я понимаю, что я греховный человек. Как я имею право ему давать назидание? Тогда надо отстать от греха. Конечно, он будет прав. Ты будешь говорить, пить нельзя. Пьяница царствия Божия не наследует. Назовешь первое послание Коринфянам. Он говорит, замолкни. Ты вчера валялся-то. Чего ты мне мозги-то тут пудришь? И все, и ты заглох. А когда ты в рот не берешь, все время трезвый. И такие слова скажешь, тебе уже никто не попрекнет. Ты будешь говорить, что надо быть, жить соломудренно. А он скажет, тебе ли говорить-то ты путаешься, уж пятый раз женишься. И все, заглох. А ты будешь верен жене, чтобы подозрения не было никакого. Нет, но все были грехи какие-то. То есть от них не избавишься. И жить с этой печатью, что люди тебе скажут. А ты кто такой? Не ты ли вчера пил и ел, и сиделся? А ты начинаешь бороду отрастил? Ты не бойся, апостол Павел говорит, я гнал церковь. Я пустошал ее. Он гонитель был, на его совести сотни людей было убитых. И он говорил об этом и не стыдился. Я не достоин называть себя апостолом. Я не достоин. И поэтому, ты вот представь себе, если женщина будет говорить, скажет, ну почему не соломудренно одеваетесь? Разве женщина может надевать одежду мужскую, брюко быть, не в платье? Она может это говорить. А кто слушает, скажет, а сама-то ты как одета? А мусульманки уже не скажут. У них хиджаб, она одета, волос не видно. Ну просто красота. Вот они смотрят, ролик я выставил здесь, и зашел мусульманин. Так вы христианин или вы одеты у вас все женщины, как наши мусульманки? Видишь, как соломудренно одеты у нас, если вы нас ролики смотрите. Парисей стоит посредине храма и крестится, чтобы все видели. Есть ли в этом показания в том, что ты как-то одет, как ты выглядишь, как правило тебя? Ну а как же не видели-то? А как не видели-то, чтобы он должен куда-то залезть? В сенках или где? Ну и пусть смотрят. Вы, говорит, город на вершине горы. Он не может укрыться-то. Это ложный стыд. Свет. Вы свет миру. Они должны это видеть. Это когда хотят, чтобы видели. А сегодня ты на углах улиц, не в храме. Вы ошиблись, говорит. Останавливаются на углах улиц, но ты на углах улиц и не молись. А в храме ты обязан молиться. А кто еще скажет? Он за этим пришел, чтобы сказать. Пусть он молится, стоит рядом. Так надо... Хоть ты что делай? Есть такой рассказ. Дед с внуком сели на осла и едут. Кто-то смеется. Вот старый дурак-то залез, говорит, на осла. Да вдвоем. А у осла спина прогибается. Он сразу слез и в поводу повел. В другой улице, где там идет, о-о-о, старый дурак-то. Молодой бы мог идти, старого везти. Он тогда, говорит, а ты внущик веди его за повод. А я сяду. И опять начали судить. Он и двое тогда взял, осла на себя взвалил. Вы никогда не угодите людям. Апостол Павел говорит, если бы я угождал людям, то не был бы рабом Христовым, если бы даже угождал доныне. А Господь осудил так, говорит, славу друг от друга принимаете, от единого Бога не ищите. Это осудительно. Какое мнение их? Оно меня не касается. Мнение чужих людей, Ян Затауст говорит, это писк комара, жужжание жука и карканье вороны. Да, согласен. Ну вот и все. Еще вопрос. Про языки. Что значит языки, непонятные языки? Вот с Павлом разговор, что есть язык, который... Ну, попытается понять, что я спрашиваю. Что значит странные языки или чужие языки, на которых разговаривает пророк? Получивший святого духа. Правильно? Да, правильно. Но дело в том, что есть иные языки, иные. Да, это что? Как описано во второй главе Деяния апостолов. И незнакомые языки. Незнакомые. Там 14 главе, первое послание к Коринфянам. Так вот, иные языки, это знания, допустим, вот я зашел, в Германию приехал, на немецком языке, в Великобританию приехали, я буду проповедовать, мне Бог дает, а я не изучал. Попали в Турцию, я по-турецки проповедую. Бог открывает. Они знакомые, никто их не знает. Это в первые века было. Но уже Ирине и Леонске, уже в третьем веке их не было. И поэтому говорить не о чем. Эти дары нужны были на самом начатке церкви. А теперь, когда желают их возобновить, пятидесятники, это называется гласолали, у них беснование сплошное идет. Да, они мурлыкают, что-то там. Да, падают, дергаются. Трясуны их называли раньше. Ну, как и пророк Мохаммед, то же самое. Да. Падал, обернутый был, в жажде был, в вознобе был. Недавно слушал лекцию проповедника, якобы, который был христианином. Он принял ислам молодой, тридцать лет. И вот он начинает. Я был православным в Америке где-то, протестантом. И вот он узнал вот эту одностороннюю, однобоку, и он начал впечатлять. Ной напился. Давид прелюбодействовал. Да что это за пророки? Да что это за православие? Да они там все с ума посходили. И все смеются в зале, там, тысячи человек. Он, как бы, на пальце спрошелся по нашим пророкам. И всех смех мусульман. Как будто, вот, мальчишка может взять вот так вот священную историю, преподнести ее как угодно. Ну, что такое? Ну, знаете, если бы он был нормальный, этот человек-то, он бы рта не раскрыл. Пускай он Коран почитает. Есть такая книга, скажи, Коран. Ты ее посчитай хорошо. Ты увидишь основатель вашей религии, сколько же он имел. И далее все остальное. И какое у вас царство, в раю вы будете, сколько у вас гури будет. Ну, посчитайте. А у нас, скажи, этого нету. У нас девство проповедуется. А у них так, если он развелся с ней, даже случайно как-то, то назад она может вернуться только тогда, если побудет с женой кого-то. Прокладка должна быть. А пророк говорит, не осквернилась ли бы вся земля. Если бы она стала женой другого, а ты опять принял. То есть, ход закрытый. Мы на разных ступенях стоим. И он говорит, сам не знает о чем. Да, Давыд об этом говорит, но 50-й Псалом-то говорит, что Господь простил его, Духа Святого не отнимет, меня царь и пророк Давид. У нас спасение есть. Да, это пророки, они ничего не скрывают. Да, мы знаем, апостол Павел был гонитель. Вот это и привлекает нас. Что раз они были такие, Бог принял и разбойник был, разбойника принял. Я беседовал с мулами, я говорю, к вам придет такой разбойник. Вот вы его примете? Его? Нет. Нет. Я говорю, а если вот женщина такая, которая волосами ноги у тебя обтирала Христу, блудница примете? Нет. Ну вот видите, какая разница у нас. А Господь принял. Когда мы перестанем их тоже быть параллелью, что мы религия, они религия, в одного Бога, вот когда вот это... Это не один Бог, это другой Бог. Понятно. Это как мужчины и женщины, как можно их переодеть, то их можно накрасить, что они издалека женщина и мужчина. А в Божьей славе-то там увидишь, что это мужчина и это женщина. Так и здесь нам же нельзя... А мы все время как-то... Мы много-конфенциальная страна. О чем это говорится? Что мы много-конфенциальная страна. Я вам ответил, что... Вопрос, скажи, не по делу. Ты к ума, говорит, на себя оборотись, как Крылов пишет, и вы увидите. Скажу, у вас проповедуются девства, а Павел, говорит, хорошо оставаться, как я, одному. А у них четыре жены, чтобы одновременно пять не было. А вот он женится сейчас, какой раз, говорит, двухсотый раз. Двести раз женился, но, говорит, ни разу не нарушил закон. Как пятая жена появляется, он одну выгоняет. И главное, если он закричал сосед, а сосед за стеной там это, дувал, ну, глиняная стена, ты дома, дома, я развожусь, я слышу, я развожусь. И называет там Айша вот такая, я с Айшой разложусь, а она стоит рядом, ничего не знает-то. Все, она в дом уже не имеет права заходить. Вот поэтому у ней на шее, в ушах вся ее драгоценность, он ее выгнал. Она может остаться, если она беременная, пока родит сына, и до двух лет отсадит от груди, теперь он с ней остается, а ее пинком на улицу. И что? А у нас как? А у нас... У нас у христиан-то как? Люби жену. Каждый муж любит свою жену, как церковь, возлюбленная Христом, и отдал себя за нее. Это... Да никакого сравнения даже не может быть. У нас тоже бывает второй раз женятся, но только тогда, когда жена умерла. И даже третья, четвертого брака вообще нету. Даже если жены нечаянно там умерли, бывает в жизни такое. Четвертого брака в церкви нету, это разврат. А у них сейчас закон приняли, где-то я считал, я не знаю, в Йемене или где. Официально провели, говорят, но я с интернета беру. Все официально, он может шесть часов совокуплять с женой, когда она мертвая. Шесть часов еще. А седьмой сейчас уже нельзя. Бред, да. Нам говорить с ними даже... На эти темы даже и говорить не надо. Мы знаем свое. Вот тут посмотрел я ролик, уникальные кадры из Чернобыльской АЭС перед аварией. Слышишь, мне это разговаривает? Ну и что, давай. Записывается, потому что... Ну ладно, давайте тогда сегодня закончим, чтобы нас не мешали. Вы в прошлый раз, кажется, с отцом были? Ну вон он сзади вышел. Ну ничего, всего хорошего, с Богом. Иван, с Богом. Все, пока, отключайтесь. Что это за привычка в Айти? Ну и что, если я поняла...